Малахиты, платину и лесодремучие, лишь бы брали правильно и Сибирь не мучили. Так, значит, а запись прошла вторая серия. Одна не уложилась даже до 30 минут. Так, итак, фото Персиков. Эта папка далеко не полная, если будет полная, мы никогда не закончим. Итак, фото Персиков. Итак, перед вами самые северные и самые мартфики в мире Персики. Нинусинские. Здесь все не по порядку, уже показал вам позже, позносящие. А теперь показываю не позносящие. Ну, ничего. Вот, системы нет, но продолжим. Так, значит, это случилась следующая катастрофа. Тут все не по порядку. Вы видите Персик, который был до такой степени обрезан в теплице. Но теплица была, видимо, под целом с открытой дверью и 16-ти открытых хортичках. В результате, кажется, теплица начали вымирать. И на два-три года вымирали. Ух ты, да, это страшный обрез. А вам будут говорить, режьте, режьте, режьте. Если не будете рядать Персиков, они будут болеть. Я иногда схожу с ума от таких хортичков. Если не будете рядать Персиков, они долго не проживут. То есть, какой-то сюрреализм, какой-то сумасшедший дом. А это было уничтожено. Почему? Потому что нужны были черенки. Иначе нам, Сергеем, не выжить. Вот эти черенки, кто вот это Сергей Ренов, они дали его возможность вырастить несколько десятков Персиков для вас. То есть, цена погибшего Персика, это несколько десятков полночайших Персиков в ваших садах. Вот. Ну, на тот момент выжил вот этот, который справа. Он еще дал пару урожаев. Но его судьба была предвешена. Его тоже и по эти два года, пока он подоносил, после массовой. Он-то тоже был капитально изувечен, но выжил. Вот. А потом, да, два года, после предложения по вогнашению, за все еще два года он был. Все же это сильнейший отрезки, не обрезки, а отрезки черенковной прививки, который был уничтожен. Это горькая правда. Вот. Еще один пример. Как уничтожался. Если вы пригодитесь, то увидите, что вот этот вот персик, да, вот этот вот персик, он был изувечен перед этим. И тоже начал умирать. Такая страшная правда. Мы врачи, мы, конечно, мы убиваем. Это матовый сад. Короткая, яркая жизнь, короткая, потому что двумя годами раньше этот персик был объектом до нескольких телевизионных каналов. Ну, это у фотографии видно чуть другого ракурса. Как забанчиво отрезать все эти ветки на прививку? Не отрезали. Этим добили. Так, теперь, значит, здесь у меня вот это учебная фотография. Вот он, абрикос. Вот эта ветка вертикальная. А вот этот сбоку, еще раз, он не погибал просто так. Вот эти ветки, боковые ветки, вот эти боковые ветки были отрезаны на заготовку черенковых результатов. Он тоже постепенно погиб. Все намного грустного. А сейчас мы зайдем до яркого. Вот. Значит, наконец, получилось, да, ладно, грустную фотографию пропускаем. Вот. Вот так вот раздражаются песни и казалось бы мертвым. Вот уже все, убили его напрочь. Нет, он вылазит из земли вперед. Вот это вот мангал. Вот. Самое ценное в мире садоводство, подчеркиваю, в мире садоводства, самые ценные черенки ценнее быть не может. вот это после того, как были выкопаны садовцы на продажу. Вот. И были отрезаны верхняя часть. И куда это было девать? Вот. Это была осенняя продажа. и это они были преданы участию. Даже уже не осень, я думаю, считайте, зима. Вот. Они были преданы негодными для рассылки. Вот. Но они были сажены. Значит, не пригодились. которые выглядели лучше, без этих самых боковых веточек, ровненькие. Вот. Те были заготовлены. А вот эта часть была потом сажена. Хотя положа руку начаться, я скажу следующее. Это ценнейшая вещь для науки. Вот. Если бы 40 лет назад, а я занимаюсь 40 лет, мне бы вот этот вот, они бы не в мотгале лежали бы. Я бы у хозяина, если бы мне кто-то предложил вот это чудо, я бы на колени вставил. Я бы заплатил любые деньги. Я бы пошел в базу на федиты. Но я бы их все выкупил дайгины и спас бы. Это быстро бы превратило в саженцы. Я так умею. Вот. Ну, понятно, что забор это спасение для все-таки песни, как бы я их ни хвалил, минус 40. Все-таки вещь довольно нежная рядом с абрикосами. Вот так они выглядят за забором. одно. Уже сейчас говорю, да, забор помогает, да, забор это тепловая подушка. Вот. Именно раз они выездили за пределы забора, выше забора, здесь уже на северном метро они живы. Это о чем говорить? Но это приведет в принципе это видит на все дело. Вот это сами понимаете, после такого обрезки выжить было невозможно. Падающий сад долго не живет. Но то, добрых полсотни сайлансов выращено было, на этих отрядных ветках используем в качестве прямое. Вот. Проходили. Проходили. В какой-то момент до той самой страшной обрезки выглядело годом раньше вот так. Вот так. Вот так. Это мы проходили. Каждый год подберзали моредовые черенки, потом изрождали. Так, идет незапись. Вроде идет. Вроде идет. Но самая красивая фотография впереди. Давайте так. Чуть подробил с рекламой. Рекламой. Ну, если все-таки вы будете еще раз эти абрикосы с ними вы ничего не случилось, если вы их не ведете. Начием депресс задерживать. Если бы не страшная обрезка. Ну, и так, как вы видите, фотография у меня красавичивая. Это мои дети натаскали. Это было задание для них. Они натаскали снега, потому что снег сюда не попадает, дождь не попадает. И этот снег помог им пережить зиму. Вот. Ну, здесь уже получилось следующее. Это были выкопаны шагунцы. И это уже весеннее, продажа саженцев. Уже выкоп саженцев на продажу, на посылки. И вот это вот случилось следующее. Верхушки отрезались беспощадно, чтобы, во-первых, залезли в посылку, во-вторых, мы не обрезанные саженцы не продаем. Буквально на днях случилось следующее. У меня есть фотография, найду я ее сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Но в том, что это настолько важно, что я не подняюсь потерять немного времени, чтобы найти эту фотографию. И найду. Сейчас это должно быть все по порядку, но тогда мы эта фотография никогда бы не дожили. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Итак, здесь 30 саженцев. они мощные, двухметровые, так плохо видно, насколько они. Ой-ой-ой, куда меня донесло. Куда меня донесло. Куда меня донесло. Ну, в общем, что-то будет, да. ладно, пусть будет эта фотография, хотя смотрится не очень. Повернуть ее. В общем, здесь 30 саженцев, которые хозяйка, которая уже купила, единственная, которая была отправлена в 10-ти статей, в Перске, может, если я этого не знаю, она купила ее, эти 30 саженцев, это, наверное, дорого. Возможно, это 1040-50. И она решила их погубить. Она ей предупреждали. Мы отправляем только сильно обрезанную. То есть мы должны были половину, кроме отреза. Это очень важно, поэтому я перебил сам себя. Вот, тем не менее, нет и все. Я купила мое отправлять и не обрезанную. она наивная думает, что у нее сразу пойдет в рост, а ходницы искалечены. Вот. И нормальный здоровый сад был бы, если бы половина кровно-треза. Она наотрез. Вот, как раз, категорически отказалась посылках отправлять. А еще и невозможно, какие бы ни были посылки, да, вот. Но все равно половина-то не влазит, все равно пятьдесят процентов отрезать надо. Те самые злосчастные посылки, которые хочется перестала принимать, не предупредив и доведя это самое, Татьяна Саунда Зеверова до инфаркта. Вот это было. Так вот, нет и все. И команда такая пришла от этой дамы. Транс компания не принимает Саунда. Учитывая особое обстоятельство, истерику, скандалы, Татьяне, которая с температурой дикой и еле живая, ей пришлось согласиться и Сергея, не Сергея, а его друг, надо было обмануть Танцевую компанию, что там Саунда. А в фамилии Железова уже знают все эти компании и почта. Поэтому отвез другой человек, сказал, что там реквизиты, и компания вот эту штуку приняла. Вот эту штуку приняла. Куда же делать теперь? Ага. Вот эта штука она приняла. То есть прямо в таком виде они уехали. Вот специальная упаковка, все упаковали, но нехорошо обманывать. То есть компания не любит. Знаете, почему она не любит сармить? А потому что они сроки не выдерживают. Это кто-то думает специально давайте трат в компании будет быстрее, довезут до дома. Ага, сейчас. Вот. Не нравится мне их отношение к этому. Вот. Вот. Почта рекорды ставят. Смотрят и думают как непонятно. На ракете что они? 3-4 дня. Чаще всего 5-6 дней. Бывает 7-8 наредка. А вот потери да, я их не хвалю. Одна из 40 посылок может затеряться где-то гулять. Вот. Бывает. Но упаковка замечательная. корни вызывают мокрые тряпки. Никаких. Это кстати подражание учебы относится к персикам. Тема персики. Никаких глиняных этих самых глиняных болтушек корни туда окунает. Я согласен. Это только в том случае надо, когда надо сохранить корни от пересыхания. Но сейчас почта в принципе работает неплохо. 5-6-7 дней доезжает. Нормально. Бывает раньше. И тогда человек раскрывает посылку. Вот. Смотрит на корни. И корни сыра. Мокрая тряпка сверху полиэтиленовый пакет. Это все оптимальные варианты выработанные за десятилетия. Почему? Я за свои первые годы будучи таким энтузиазистом таким этим самым фанатиком выписал несколько десятков посылов в том числе и песок. Я утверждаю раз и на всю жизнь, что это были те годы, шли посылки дольше, неделю две обычно. и и все, сколько я песка выписал, приходили ко мне гнилыми. Это надо было умудриться, что боясь, что они высохнут и гнавили. Отработав систему, никто получил наши пески, в том числе и пески, не жаловались. теперь наступило время рекламной паузы. Так, где мы были? А мы были вот здесь. Что такое рекламная пауза? Случилась страшная вещь, на мой взгляд, до всего садоводства России. На Украине несколько человек занялись массовым размножением персиков, которые к ним попали. Мои персики хасанские, в меньшей степени минусинские, особенно хасанские, попали на Украину для выпутяги. Так, так, мягко сказать. Кто хочет, тот найдет. Попали. И мой персик хасанский начал развиваться там бешеными темпами. Его превосходство в морозостойкости необычайное. Писать себе, когда у профессионала вымердает персики, естественно, южные, даже дальневосточные, а они остаются только хасанские. И потом начинается массовое размножение именно хасанского. Вот это есть. В основе лежат именно мои. Все это с моего сада. Помните, десяток этих микрофильмов, как шорцы называют. Персик, хасанский, клон, железо. Вот. Это мой украинский друг так преподносит. Я горжусь этим. Почему? Украина для меня не чужая страна. Я выходец из Украины и обязан чтить свою родину. Вот поэтому я считаю, что как садовод я выполнил свое первое значение. Я рассчитался, что мой персик на Украине это мой подарок моей исторической родине. Вот. Идем дальше. Вот это вот видите это все, что у меня есть. Где это по семь тысяч штук я не считал. Заказал несколько человек и вдруг полная прострация. Украинцы бы раскупили, а русским не надо. Это при том, что действительно здесь пойдут вот такие фотографии. Здесь пойдут вот такие фотографии. Смотрите, вдевайте. Сейчас. Сейчас я вот эти уберу, а то они мешают. Уберу. Уберу. они мешают. Графии сделаны моим создавал. Вот это. Вот это. И так далее. Дело в том, что еще годом раньше, то есть такую же банку, столько же было этих, она была выкуплена до Нового года. После Нового года человек 100 или 200 говорили, умоляю, найдите. Знаете, как я потом? Я потом нашел три косточки, которые завалялись на балконе, когда сохли. И те меня выпросили. Потом нашел еще одну косточку, которая принтус и ту выпросили. Вот это было в прошлом году. Агротаж был такой, еще в декабре была продана последняя косточка примерно такого же объема. в этом году все цело. Три-четыре заказика по 10 штук и одна моя промашка. Думаю, что пойдут на разрыв. Месяц назад я начал продавать. Думаю, что пойдут на разрыв. Вот. Я первый рассек, который доказал 100 косточек. Для меня это 10 тысяч косточек 100 рублей. Вот. Я отказал, я сказал, как всем 10? Думаю, что надо растянуть для всю зиму. Ага, растянул. сегодня 20 октября. Вот. Банка целая. Теперь вот важнючий момент. Важнючий. Вот. Видите, кстати, эту девушку? Это корреспондентка с Красноярска, с Москвы. Один раз приезжал в Телеканал Культура. Ну, не толковая была. Ребята, сенсацию не сделали. Угощать угощалась, сенсация не получилась. Зачем сенсация? Сидим за столом, пьем коньяк. Вот. Они жалуются. Телеканал Культура на сходке, не самый популярный, как бы отправляется передо мной, ну, не самый рейтинг. демонстрация. вы за неделю, вы, москвичи, за неделю, за две, анонс. Такого-то числа мы привезли сенсационный материал в Сибири. Там уже завалулся, сад в России. Я же их угощал. Вот такими абрикосами. Вот такими вот. Вот. Сенсация. Осталось пять дней до это самое, до демонстрации. Осталось четыре дня. Осталось три дня. Осталось два дня. Остался один день. Осталось пять часов. Четыре часа, три часа. Идет эти самые, где-то там пикает. И вот наконец-то показывает мой сад. Да сразу бы на этот канал миллионы людей бы уже бы ждали это сенсационно. Журналисты. А вот эта девушка, знаете, она залез, залез вперед. Я не могу, мне обида мучает. Препонесли бы этот сад как положено. Вот уже Сибирь, вот она, этот сурраган, что перенесли эти персики. Вот оно, дерево. Вот он, я первый выгостил. Тут уже сколько людей перебывало. И два канала телевидения до нее были. Ну, а эта девушка мне замечательна тем, что она позвонила в Шушинское, в сельхоз этот самый, колес и сказала, отвезите меня к Железову, про него такие, эти самые, чуть ли не сказки сказывают. Вот. Что ему ответил, товарищ? Вот. Вот этот вот. Что ему ответил? Какой Железов? Мы не знаем никакого Железова. 50 километров до Шушинска. Сельхоз, вуз. Вместо того, чтобы привезти ко мне студенту поучиться, мне студенту поучиться, сделать практику, договориться со мной, заключить договор, чтобы они у меня учились, а не по книгам, где все наоборот, я надо уничтожить деревья. Вот, друзья, она болела. Теперь, чтобы уж совсем бы это самое, совсем, совсем, совсем не выглядеть, это должно быть немножко учебы. Смотрите, еще раз, видели эту банку? Они могут вырасти и не забережать на 90% в садовой России, в дачной России, говорю. Вот. А вот это что? Мальчурский абрикос, сын номер 4. Помните, этот номер, нет? Самый сладкий по этих самых. Их можно растить, сейчас поймете, это имеет отношение к персикам. Да, это абрикос, да, мелкий. Абсолютно сладкий в этом году. Я угощил, сколько народу, сколько фильмов видели. И вот он, и есть. Так, представьте себе, что мы его посадили, так, а у него схожесть от 90 до 100%. Так, а бывает, кстати, в этом году окончательно удивился. У персиков схожесть больше 100%. Поверили, нет? Вы что там, я тебе сказки рассказывал? Я еще говорю, больше 100%. Потому что снег, их подвала лазит. Я их называю этими одновецовыми близнецами. Но это отдельная тема. А главное, что рядом будут расти персики. Сейчас вы идете укройки. И кто южнее меня, для теплее, укрывать вообще не будете. и вырастив, это учеба, ребята, это самое важное в моей жизни, что я вам сейчас говорю. Вырастив вот это вот, вот это вот, вы что сделаете? Вы на них потом веточки из персика возьмете, сеется, сеется, и переверните на мальчужский отамергород. Вот и вот можно двигать дальше. Красноярск, Томск, Холмс, Кемерово и так далее. Вот. Вот это я хотел вам сказать, показать. Но это должно быть специально сочетание, особенно для людей, которые наши люди, которых осталось на единицы такое впечатление. Раз я не могу даже персики продать не могу. В том году сколько людей молило, ну хоть косточку. Вот это слова, хоть косточку. Они меня запали в душу. Так, долго говорю, надо заканчивать. Сорвался я, переключился на злободневную тему. Ну и чтобы ясно было, что я не как блюд, вот, что я имею право на такой тон так говорить. Вот, пожалуйста. Сейчас, секунду. Вот это мой куратор от Абаканского института аграрных проблем. Вот. я имею в виду, но ему тоже никто не верил. Привозил он ко мне молодых ученых учиться. У них у всех были пустые глаза. Это, я считаю, настоящие науки, это случайные люди. Вот. А вот таких бы побольше бы. Вот таких вот. это уже любительство. И если вы захотите иметь в рожае по тысяче штук с дерева, я не оговорился. Пожалуйста, научу. Мой опыт, опыт Чернобаева. Вот. Все будем проходить. Ну что, ждем третью серию. Благодарю за внимание. Ждем серию номер три. Ну и пока я еще не отключил. Значит, что получается? Получается 25 рублей косточка. Уникальные манджонские абрикосы. Мордосток и дичайшие и кто-то ледо сладкие. Как они стали сладкими? Будем проходить. Могу я хоть что-то за один раз все чипяты не раскрою. Вот. А вот еще раз. На будучи ой, ну, я сейчас знаю, когда окажется, что не только по двое вот это по двое улучшит тревое в качестве мотостоков. Тревое их это персики и сладкие абрикосы и вкусовые качества передаются по двою и получается сладкие вникари. Тут может быть отвлекать сладкие. Причем уже отвлекать. Ну что, проехали? Идем с вами дальше. Куда мы идем? Мы идем на встречу третьей серии Благодарю на внимание. Вот. Сегодня такой день. Гретий день, когда я в городе и могу поделиться и знаниями, и эмоциями. Подоберю за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...